Здравствуйте, в эфире «Наше время» в студии Елены Макаренко. Сегодня профессиональный праздник у творческих и одних из самых креативных людей в мире, работников сферы рекламы. В чем живет сегодня эта индустрия, какие тренды ее определяют и какая реклама может быстро раскрутить бизнес, спросим руководителя одного из крупнейших маркетинговых агентств «Края» Ксении Польгерт. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Ну, прежде всего, поздравляю вас с профессиональным праздником и хочу спросить, вот на ваш взгляд, реклама по-прежнему двигатель прогресса? Однозначно, да. И как бы кто к ней не относился, но предприятиям, услугам и любому бизнесу без рекламы никуда. Да, конечно, трансформируются виды рекламы, есть стандартные классические, есть нестандартные виды. Каждый подбирает инструменты для себя, для своего бизнеса. Уникальной какой-то копирки ее нет, потому что у каждого есть своя целевая группа, свой потребитель и главное не переборщить. Но ведь между тем, очень многие изрядно устали от рекламы. Согласна, абсолютно. И я считаю, что здесь проблема в том, что как раз переборщивают. Либо неправильно выбран посыл, либо неправильно выбрана аудитория целевая. И действительно, иногда бывает рекламы слишком много. Но здесь важно дозировать и щадить своего клиента. То есть что-то сделано не так, да? А какая реклама вот сейчас идеально заходит в общество? Сложно сказать. Конечно, классическая, стандартная реклама в виде телевидения, наружки, СМИ различных, да, она, конечно, сдает позиции, но не так сильно, как это происходит в Москве. Конечно, сейчас очень многие проекты уходят в диджитал, уходят в социальные сети. Но, тем не менее, и та же наружка присутствует, и то же телевидение, и то же радио присутствует. Слава Богу, до нас докатывается позже, чем это происходит сейчас в Москве. И поэтому у нашего производителя, у наших товароуслуг есть выбор пока из разных инструментов рекламы. Что заходит лучше, сложно сказать, потому что разная аудитория. Если это молодежь, конечно, это приоритет в социальной сети. Если это более взрослое поколение, то это индивидуальная работа, когда это проводятся промо-акции, когда это, возможно, размещение в каких-то телегидах или телеке. В зависимости от целей, которые преследует производитель. А вот реклама какого формата или, скажем, размаха более востребована? Это какие-то локальные промо-акции или, может быть, какие-то такие вот очень объемные, большие мероприятия? Очень многое зависит от того, что производит компания. И, конечно, если массовое потребление продукта, то, конечно, какие-то промо-акции, какие-то праздники. При поддержке других носителей рекламы, конечно, они заходят куда лучше. То есть комплекс, он всегда более выигрышный, нежели какой-то отдельный инструмент. А от каких рекламных идей, на ваш взгляд, сегодня уже надо бы отказаться? Ну, наверное, я бы отказалась от дурацкой рекламы. А что, в вашем понимании, дурацкая реклама? Сейчас потребитель, он более избирателен, он понимает, он может какую-то рекламу воспринять, какую-то не воспринять. Потому что есть чем сравнить. И качественная реклама, ее всегда видно. Что такое качественная реклама? Даже простая листовка, которую вы получаете, она должна быть выполнена со смыслом. Правильный цвет, правильный посыл, правильно выбранный продукт, который зацепит вашего потребителя. И эта листовка не должна надоедать. Ее не должно быть много. А когда это одевается какой-нибудь короб, раздается на бумажке, на черно-белое распечатанный какой-то текст, это уже смотрится пошловато. То есть все должно быть четко продумано, и рекламодатель должен быть изучен со всех сторон. Безусловно. Потому что это, если раньше многие воспринимали рекламу как подачу некой информации о компании, то теперь потребитель смотрит, как эта информация упакована, как она выглядит, что она из себя представляет. И как раз неправильная подача информации формирует негатив у потребителей. Насколько важна вот эта самая упаковка рекламы для раскрутки бизнеса, ну скажем, вот те же стартапы? Вот что вы им посоветуете? Я бы для начала предложила им изучить свою целевую аудиторию. На кого именно они нацелены? А что любит эта целевая аудитория? Где они любят проводить время? Что они, во что они, чем они увлекаются? Изучить их интересы. И основываясь только на аналитике, уже простраивать рекламные компании. Потому что ошибка многих бизнесменов и предпринимателей именно в том, что рекламная компания выстраивается так, как они думают. Они, как это есть на самом деле, не учитываются реальные интересы своего клиента. Именно поэтому терпят крах их рекламной компании. И деньги выброшены на ветер. Понимаю, что общий вопрос, но тем не менее. Вот какие тренды на сегодняшний день определяют или, скажем, вскоре будут определять индустрию рекламы? Очень сложный вопрос. Очень кратко, лаконично, самую суть. Если кратко, то это события вокруг торговых марок, вокруг брендов. И события, они могут быть разными. Это не просто какой-то праздник, но праздник, который дополнительно поддержали другими инструментами рекламы. И очень важно сейчас вовлекать потребителей в процесс. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!